Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария, 16 марта, 23 год. У нас не очень хорошая погода. Последний день что-то нам так неприятненько, потому что сейчас где-то плюс два, влажность, высокая влажность. Нам обещали вообще проливные дожди. Но что-то про проливных дождей, друзья, у нас в Скалска, район Габрово, не ожидается. Хотя, опять же, по прогнозу, после обеда дожди, дожди, дожди. Надо пережить вот этот мрачненький, сумрачненький день сегодня и, наверное, завтра, когда очень неприятная погода. Друзья, в такие дни, в такое время, ну, что-то не очень. Хочется куда-то ехать, куда-то выезжать, сидим дома, греемся. И... А что еще делать в сельской жизни? Гулять? Да нет. Как-то накрапывает дождик, неинтересно. Куда-то выезжать на прогулку? Тоже как-то не хочется. Ну, ребят, нормально бывают такие дни, когда... Что делать в такое время в глухом-глухом-глухом сельском селе, когда вокруг никого нету? Да это я пошутил. Вокруг все есть. Нам тепло. И в этот момент, друзья, нам очень важно качество интернета и телевидения. Вот. Потому что в наш такой тяжелый век интернет, телевидение спасает нас от скуки. Что у нас происходит с интернетом? Что у нас происходит с телевидением? И что у нас происходит с кабельным телевидением в нашем селе Скалск? Итак, я как-то давно уже делал видео, но думаю, что новым подписчикам будет это интересно, потому что все время задают вопрос. Некоторые люди... А некоторым людям... Ребят, интернет жизненно необходим, потому что это не только постоянная связь с друзьями и с родственниками, но многие... Многие зарабатывают через интернет деньги. И работают по удаленке. Поэтому лично для меня вот очень главный фактор, когда я покупал вот этот дом... Первый мой вопрос, когда мы общались с продавцом, когда общались с людьми, мне очень было важно качество интернета. И в тот момент я понял, если мы прекрасно общались по WhatsApp, вот с этой локацией в Болгарии, я из-за границы, я общался, и WhatsApp не тянул, значит, интернет хороший. Окей. Значит, откуда мы получаем интернет, друзья? Прежде всего, у нас есть мобильные телефоны. В Болгарии есть несколько сотовых компаний мобильных телеконов. Это Vivo.com, это A1. И прежде всего, мы спросили у нас в селе, кто чем пользуется. Мы подошли в магазин к Минке и сказали, Минка, ну, по вашему мнению, кому лучше подключиться? Все как один нам сказали, Vivo.com. Замечательно. Vivo.com, мы поехали в Габрово. Офисов Vivo.com, как и офисов других компаний, их везде очень много. В принципе, цены я не сверял. Мне не было там важно плюс-минус один или два лева за пакет. Мне самое главное было важно, чтобы был интернет, чтобы была мобильная связь, и чтобы интернет был анлимит, безлимитный. По-другому я пакеты никакие не рассматриваю вообще. Итак, на тот момент, 8 месяцев назад, A1, Vivo.com нам стоил 30 лев. На одного человека пакет, без ограничения времени, 30 лев в месяц. После 1 января цена подорожала в 32. Итак, нас два человека, у нас два телефона. 32 плюс 32, 64 лева в месяц. Мы платим за телефон. Замечательно. Это понятно. Честно сказать, связью Vivo.com я не рекламирую. Я доволен. Нареканий у меня нет. Единственное какое нарекание, что я еще не научился подключать к какой-то аппликации, чтобы у меня автоматически снимали деньги со счета на оплату Vivo.com. Я периодически забываю им заплатить, и они периодически практически отключают. И приходится ехать и платить в офис, или в компании EasyPay, где здесь киосков этих EasyPay очень много, где можно оплатить любой долг, оплату интернет, телефоны, электричество, вода, страховки, вот такие платежи. Но, что неудобно, здесь это принимают только наличкой. Наличка не всегда есть. Вот мне не нравится вот в этих EasyPay, что надо платить наличкой. Ну окей, что делать? Значит, вынимаем наличку из Коспомата банковской карточкой. И, кстати, по поводу выемки налички из Коспомата с израильской карточкой, ребят, вы проверяйте, потому что есть автоматы, когда вы хотите снять деньги. И вам заранее пишется, что с вас еще будет снят дополнительный платеж за операцию. А есть аппараты, которые эти платежи не берут, поэтому имейте это в виду. Окей, с телефонами мы разобрались. У нас два телефона, 64 лева в месяц, по 32 лева на одного человека. Можно, конечно, друзья, находить какие-то более дешевые планы. Можно было взять один телефон только на меня или на Светланочку. Это бы сэкономило нам 32 лева в месяц. Ну, в принципе, пока еще до этого уровня экономии мы не дошли. Еще не наступили такие тяжелые времена, чтобы нужно было кромчить даже на этом. Окей. Но нужен же еще и кабельный интернет. Итак, то же самое история в нашем районе. Я подошел также к Минке и сказал, Минка, а кто у нас делает кабельный интернет? Мне сказали, у нас здесь прекрасно работает компания Телнет, которая обслуживает некоторые села нашего района. Отлично. После где-то недели поиска техника, мне мои болгарские друзья все-таки помогли. Ко мне пришел техник, прекрасный молодой парень Ивайла, очень на самом деле хороший профессионал, и подключил нам кабельный интернет. К нам проложили кабель, это кабель, именно кабель. Потому что у нас здесь стоит электрическая будка, и он прямо от этой электрической будки проводом через липу, через деревья. Кстати, чтобы провести кабель через дерево, нужно было срубить одну ветку липы. Друзья, мы это делать не имеем права, и он это делать не имеет права. На это он быстро договорился с Кметом. Кмет в Болгарии это, как сказать, председатель села, председатель городка. Как мэр, грубо говоря, любого маленького какого-то населенного пункта. Он ответственный. И все такие вопросы, связанные с деревьями, можно ли что-то посадить, можно ли что-то переделать, естественно, нужно обговаривать с ним. Он следит за неким порядком, и по всем бытовым вопросам вселета, по поводу мусора, например, лампочка там на столбе не горит, можно обратиться к нему. Там заявочка, и потом через какое-то определенное время вопрос, только ключевое слово, вопрос через какое определенное время, проблема решится. Потому что на нашу просьбу очень давно, в самом начале, поставить мусорный бак, нам сказали, мусорный бак здесь нельзя поставить, потому что машина не пройдет. В итоге, это, конечно, классно, что нет рядом снова мусорного бака, что, во-первых, нет грязи, мусорный бак есть через 70 метров, мы прекрасно несем туда мусор и выкидываем. Более того, что мусора у нас особо нет, потому что все отходы по еде идут у нас в переработку на курицам. Лишнюю бумагу, естественно, не выбрасываем, потому что нужно потом где-то будет что-то разжечь. А в стаканчике из-под йогурта можно высадить рассаду. Вот. Ну, друзья, опять же, здесь полностью без фанатизма. Мы не собираем тут никакие эти штучки и не складируем. Мы не плюшкины наполовину. Вот. Но все, что может пригодиться в хозяйстве, Светочка знает, я тоже. Зачем выбрасывать, если может пригодиться? Иди знай, какие еще тяжелые времена наступят, друзья мои. И потихонечку надо запасаться спичками, солью. Свечи мы уже купили. И запас сахара, и обязательно бульонные кубики. Тсс, тихо. Это наши тараканы в голове. Но и консервы, естественно, консервы и тушенка. И, ребят, это не шутка, но вот это у нас такие прибамбасы, у нас всегда должны быть дома запасы на какой-то крайний случай. Какой крайний случай? Я сам не знаю, но это должно быть. Замечательно. Так, кабель проведен. Сколько стоит домашний интернет? 30 лев в месяц. Это кабель, подключен к нашему. У нас стоит раутер. Естественно, от него идет раздача Wi-Fi, куда мы хотим. Раздача Wi-Fi подключается на наши телефоны, хотя, в принципе, телефоны наши прекрасно и так без лимит. Ну, окей. Пока мы не чувствуем никакого минуса. Раздача на все девайсы два планшета, три или четыре телефона, два телевизора. Все работает без сбоев. Теперь перебоев интернета не было ни одного раза. По-моему, нет. Один раз за несколько месяцев был маленький перебой. А так, друзья, я с полной уверенности могу сказать, что покрытие интернета в Болгарии замечательное. Здесь не нужно волноваться. Здесь просто нужно понимать, в каком районе вы живете и какое у вас качество интернета. Есть на самом деле места, где есть проблемы. И в этом случае люди, которые зависят от интернета, должны это... Есть, например, у нас караиванцы, село в двух километрах. Я всегда привожу пример. У них с интернетом проблема, огромная проблема. И с кабельным проблема, и с... Даже виваком там очень плохо тянет. Поэтому проверяйте. Также у наших друзей в Пловдиве, в квартире есть, где они снимают в комплексе, есть тоже некая проблема с интернетом. Они также пока не могут ее грамотно решить. Они очень серьезно зависят от интернета. Вот. Надеюсь, решат. Пока что у нас вот так. У нас замечательно. Опять же, наше село Скалска, самое лучшее село в Болгарии. А будет еще лучше. И поэтому тут мы тоже поняли. Теперь, значит, мы разобрались с телефоном, мы разобрались с домашним интернетом. Телевидение. А как же без телевидения-то? А кто-то скажет, не смотрите зомбоящик. Я это уже читал, я это слушал. Нет, ну, зомбоящик зомбоящиком, а мы любим смотреть сериалы. И что еще делать вот в такую ненастную погоду? Когда особо не погуляешь, и когда домашние дела все сделаны, чего еще делать? Сидеть у компьютеров, у Гугеля, смотреть сериалы и тыкать кнопочки в планшетах. Чем мы периодически постоянно со Светланой занимаемся? да, вы знаете, раньше не было интернета, раньше люди нормальные сидели, читали книжки в руках, и все были умнее, чем сейчас. А сейчас чего-то не знаем, идем в Гугель а думать? Ну вот, друзья, а думать-то нужно, потому что если мы смотрим Гугель, у нас мозг не работает, это плохо. Я за собой замечаю вот эти вещи, потому что интеллект куда-то уходит. Наверное, то ли возраст, то ли интернет мешает нам. Вот. Ну это, мы отвлеклись, юмор. Значит, у меня два варианта телевидения. Я привез из Израиля коробочку, которой я успешно пользовался, МАК-520, я не помню, это там, нет, это не картина ТВ, это не Радуга ТВ, я просто там платил, не помню, 60-70 шекелей в месяц, 35 лев, у меня море каналов на русском языке, там, естественно, еврит, естественно, все-все-все. Мне эту коробочку переделали, перенастроили на Болгарию, я ее дома вырвал, привез сюда и прекрасно ее подключил, но здесь, да, и я могу здесь смотреть израильские каналы, все. Иногда подвисает. Но так как этот абонемент у меня был оплачен, я эту коробочку привез, значит, у меня есть опция либо коробочку, я подключу к телевизору и буду смотреть то, что я смотрел в Израиле, абсолютно то, никакой разницы нет. Либо я подключил болгарское телевидение, Vivo.com, болгарское телевидение, 18 лев на один месяц, на два телевизора. Что я наблюдаю? Там, в принципе, друзья, это те же кабельные, те же кабельные услуги, как в любой другой стране, как в Израиле ход, как в Израиле и ЕС, то же самое в Болгарии, та же система. Это новости на болгарском языке, естественно, Евроньюз, любые каналы информационные, музыкальные, детские, кулинарные, все это на болгарском языке. Есть несколько каналов на русском языке, но их успешно уже практически все закрыли. Там есть рыбалка и охота, есть ТНТ было закрыли, СТС оставили, первую программу зарубили, ну, это, в общем-то, политические вещи. В принципе, новости мы так и так не смотрим. Там есть канал Freedom Ukraine на русском языке, его не выключают, ну, информацию можно получить. И я на самом деле, мне более интересно смотреть вот это болгарское кабельное телевидение, потому что, во-первых, там есть бесплатно очень куча спортивных программ, где Лига Чемпионов, где Европейские Кубки, ну, это кто любит футбол, где чемпионат это Англия, Германия, Италия, Франция, а футбол нам, ребят, я прекрасно смотрю футбол на болгарском языке, я все понимаю, ну, а что нужно еще понимать? Играют и играют, а вот. И второе, чем хорошо на самом деле, чем я рекомендую обязательно подключить, вот такое болгарское телевидение, это обучение болгарскому языку. Вы слышите язык, вы начинаете понимать, потому что, когда мы язык не слышим, а как мы его выучим-то? Ну, тут, я, у меня два в одном флаконе, смотрю футбол на болгарском языке, смотрю Евроньюз на болгарском языке, читаю, естественно, титры, и начинаю многое понимать. Ну, так, так и происходит, в принципе, некое обучение языку, потому что, когда вы находитесь в, вы слышите все время язык, он к вам приходит, если вы не слышите, он к вам вообще не может прийти, каким образом? Плюс, естественно, плюс. Значит, подведем такой некий итог, а в неком итоге, что есть у нас, в болгарском селе, для двух человек, для полного комфорта, чтобы не потерять связь с окружающим миром? Два телефона, интернет, андлимит, 32 плюс 32, 64. Кабельное телевидение, оптика, 30 лев в месяц, 64 плюс 30, 94 лев. И, коробочку, сейчас израильскую, я не считаю, потому что за нее я уже давно заплатил, и я буду думать, стоит ли мне продлевать эту коробочку, или же отказываться от нее в пользу болгарского кабельного телевидения Viva.com, за которое я плачу 18 лев на два телевизора. Подведем итог, 94 плюс 18. Сколько это будет? 112 лев. Итак, обязательный наш расход ежемесячно на полное покрытие всех наших информационных вариантов, без какого-то кромчения, без ограничения, 112 лев в месяц, это 224 шекеля израильских, это 61 евро в месяц. Вот. Можно было на чем-то здесь скромчить и сэкономить? Да, конечно, было можно. Можно вообще не подключать, на самом деле, можно вот этот кабельный, отказаться от него, раздавать с телефона, безлимитного, на телевизор. Можно? Можно. Неудобно. Мне неудобно. Мы пробовали. Мы месяца два с половиной пробовали. Мы, точнее, не отключились от этого кабельного. Я забыл за него заплатить, его отключили, и потом все равно заплатил. Но в тот момент мы жили без него. Я ничего не понимал. И мы раздавали. Нет, конечно, друзья, неудобно. Это постоянная раздача с телефона на планшет. Тут это некомфортно. Но пока в нашем бюджете нет такой дырочки, что нам тяжело платить эти 112 лев в месяц. Другие варианты пакеты не рассматривал. Возможно, в комментариях вы будете мне советовать. Спасибо большое. Будет интересно мне почитать и поучиться, что у вас. Вот у нас так. Вот это полная картина. Скорее всего, эта картина будет работать у вас и не только в доме в селе, и в каких-то апартаментах, или в других квартирах, которые вы будете снимать или покупать. Всегда проверяйте интернет. Потому что, если вам это очень важно, да вот вы, например, пошли снимать, даже хотите снять квартиру, просто не поленитесь. Посмотрите покрытие. Войдите, тормозите, спросите у соседей. Это важно. Никогда не бойтесь спрашивать у соседей, потому что они здесь живут. Они скажут вам, есть ли эта проблема в этом районе, в этом доме, в этом селе, или ее нет. Чтобы потом, когда вы уже совершили договор, вы не начали там где-то бегать. Вот, также, офисов этих компаний полно. Компании можно поменять, так как и еще большая рекомендация, не подписывайте какие-то длительные контракты. На год или на два. Не подписывайте. Лучше платите помесячно. Пусть это будет немножко дороже. Пусть это даже будет чуть-чуть больше дороже. Но не привязывайте себя к какому-то контракту, из которого потом очень трудно будет выйти, и придется заплатить еще какие-то, не знаю, пеньи. Вот, рассказал. Хубав день. Шеликам ем наим, говорим шели. И чао-чао. Have a nice day, my friends. Bye-bye.